Салафет Салафет вашему образу, красота вашему здравию. Здравствуйте! Так в XIX веке было принято здороваться, когда приходили в гости. Сегодня, 6 июня, в день русского языка, мы будем говорить о великом и могучем, о том, почему его нужно, стоит учить, и как это может помочь в жизни. Сейчас со мной на прямой связи Наталья Задворная, руководитель Центра славянской письменности «Слово». Наталья, здравствуйте! Здравствуйте, Любовь! Рада вас видеть! Взаимно! Слушайте, ну так приятно, что наша сегодняшняя программа выходит 6 июня, в день русского языка. Вы возглавляете замечательный музей «Слово», который появился всего-навсего в прошлом году, но, вы знаете, ничего случайного нет. Вот если он родился именно в преддверии такого тяжелого года, значит назрела какая-то необходимость. Расскажите вообще об истории создания этого удивительного музея. Да, действительно, как вы сказали, нам ровно годик. Мы отпраздновали его недавно, 24 мая, и вот сейчас празднуем день русского языка 6 июня. Это для нас тоже знаковый праздник. Мы для него подготовили замечательную онлайн-программу. Что касается создания нашего музея, то он появился, конечно, не случайно, и нам кажется, что это очень важно, рассказывать об истории русского языка. Это важно для понимания своей собственной идентичности, для понимания того, кто ты, почему ты говоришь на этом языке, пишешь. Это очень интересно и здорово, и тем более, что в нашем центре об этом рассказывается очень небанально, интерактивно. Надеюсь, что скоро все смогут снова к нам прийти. Мы сразу вам говорим, что мы очень скучаем по нашим посетителям, ждем их снова, когда это будет возможно. И за прошедший год до начала карантина нас посетило 125 тысяч посетителей. А на онлайн-программы во время карантина к нам пришло аж целых миллион 300 тысяч человек. Так что интерес к этой теме точно есть. Это однозначно. Слушайте, а есть вообще какие-то вот аналоги в мире? Музей там немецкого языка, музей английского слова, я не знаю, что-то подобное в мире существует или у нас такой полный эксклюзив? Ну, у нас, конечно, эксклюзивный музей точно совершенно с точки зрения подачи. Что касается аналогов, то есть похожая история в Болгарии, она тоже посвящена кириллице. Ну, там совсем по-другому все сделано, но тоже рассказывают о кириллическом письме. На самом деле, 300 миллионов человек в мире пишут на кириллице. Наталья, ну, знаете, мне кажется, что создание музея, посвященного слову, русскому слову, задача непростая на самом деле, да? Потому что, когда мы приходим в Третьяковскую балерею, мы видим картины, когда дети приходят в музей Дарвина, они могут потрогать, поучаствовать, да? Есть вкусные музеи, что-то можно на вкус попробовать. Если это музей какого-то писателя, то мы как будто попадаем там, или действительно попадаем в его квартиру и полностью погружаемся в эту атмосферу. А как вы решили вопрос экспозиционный? Потому что это действительно очень сложно, слово понять такое, ну, растяжимое, да? С одной стороны, очень всеобъемлющее, а с другой стороны, очень частное. Согласна с вами, у нас действительно очень интересно сделана экспозиция, в которой много интерактивных и мультимедийных экспонатов, которые позволяют погрузиться, да, действительно в это понятие и рассказывают не банальным образом о кириллической письменности, о становлении, об истории. В частности, мы сделали мультфильмы, которые можно тоже сейчас посмотреть на нашем канале, которые кратко рассказывают об истории письменности в очень таких динамичных, классных мультиках. Потом у нас есть суперский экспонат, который рассказывает о фольклоре, потому что, конечно, язык — это не только то, как мы пишем, но и то, как мы говорим. И у нас есть экспонат о фольклоре, где вы можете сесть в такой замечательный кокон волочный и послушать сказки-былички, колыбельные песни, календарные песни, причитания. То есть все то, что собиралось фольклористами и позволяет перенестись немножечко вот в этот мир, в такой деревне, да, в такие предания, почувствовать историю. Потом у нас есть экспонат, который пользуется бешеной популярностью у посетителей. Это «История алфавита». Там такое панно, в котором вы можете поставить буковки. Все 44 буквы алфавита, потому что мы показываем исторически, да, все те буквы, которые были в использовании, многие из них уже не с нами. Там, например, «Ять». И вы ставите эту букву на панель, и перед вами появляется проекция, которая рассказывает об этой букве подробно, показывает, как она видоизменялась со временем, как она называлась и что обозначала. Такая вот биография букв. Ну и, конечно, у нас есть книги, и многие из книг, естественно, взять в руки уже нельзя, но у нас есть киоски, с помощью которых вы можете листать, посмотреть «Илиститацию Астромирова Евангелия», одной из самых древних книг, ну и так далее. То есть, на самом деле, у нас очень интересно и здорово. Будем всех ждать у нас в гостях на Ваденхам. Наталья, вы знаете, у меня есть знакомая вдова легендарного филолога Николая Ивановича Либана, которая является неким кладезем русского языка, такого, каким он был, наверное, в XIX веке, с элементами, да, с элементами современной речи. И вот когда она приходит к нам в студию, например, писать свои лекции, она говорит «Салафит вашему образу, красота вашему здравию». Понимаете? Ну так это вкусно и красиво звучит. Вот вы, как никто другой, должны знать какие-то интересные обороты, какие-то интересные слова, которые можно позаимствовать из прошлого и вот так вот вкусно преподносить своей современной речи. Поделитесь вот такими фишечками. Боюсь, что так подробно, как ваш замечательный филолог, я вам не расскажу, но у нас есть большая образовательная программа в центре, в которой мы обязательно рассказываем о вот таких нюансах языка. У нас есть замечательный автор Николай Буцких, которого можно сейчас онлайн тоже посмотреть. Он рассказывает как раз об отличии их алфавита, о каких-то невероятных фантастических животных, которые встречаются в книгах и почему, собственно, они так выглядят. Поэтому думаю, что адресую вас все-таки к нашему онлайн-каналу с этими фишечками и буду рада вас там приветствовать. Спасибо большое. Мы обязательно там окажемся. Наталья, ну, вы, как и многие музейщики мира, оказались заложниками, не только музейщики, конечно, да, эпидемии, которая в мировом масштабе развернулась. Скажите, пожалуйста, вот во время самоизоляции как он продолжал и продолжает ли функционировать музей? Что он делает? Ну, у нас есть много работы, которые мы можем делать удаленно, с чем мы и заняты. Мы готовим новые выставки. В частности, будет замечательная выставка про букву ЙО. Нам захотелось подробнее рассмотреть феномен и, собственно, почему ведутся такие споры о букве ЙО. Это такая будет игровая немножечко выставка. Я надеюсь, что осенью мы сможем ее представить публике. Плюс к этому, конечно, мы разрабатываем наши образовательные программы. У нас есть и мастер-классы по каллиграфии, мастер-классы по тому, как писать, по креативу, по креатив-райтинг, по леттерингу. Это такой дизайн-курс. Плюс, естественно, исторические, разнофилологические выступают у нас лекторы и другие. И поэтому вот этой работой мы заняты. К тому же мы надеемся, что мы скоро подготовим новую школьную экскурсию. В нашем центре экскурсии являются бесплатными для школьников. Так что надеюсь, что с новым сезоном, в сентябре, мы сможем приветствовать наших гостей с новым продуктом, который готовим сейчас активно во время удаленной работы. Прекрасно. Скажите, а как отмечаете День русского языка? Фактически, ваш профессиональный праздник. Да, мы подготовили программу с интересными тестами, которые можно будет пройти на знание, скажем так, русского языка в наших соцсетях и на сайте. Плюс будет лекция одного из филологов, которую можно будет тоже прослушать онлайн. Ну и, естественно, всегда в доступе у нас онлайн-экскурсия по нашему центру и мультфильмы, о которых я упоминала, которые действительно позволяют погрузить, скажем так, вот в историю письменности и в очень таком доступном, интерактивном виде узнать все важные факты и вехи этой истории. Наталья, скажите, а к вам больше кто? Школьники обычно приходят, да? Либо это люди уже взрослые, состоявшиеся, да, которые, может быть, из самых разных специальностей просто хотят лучше знать историю своего языка. Знаете, конечно, мы принимали много школьных групп, потому что это действительно такая тема интересная, и она и соответствует учебному плану, да, то есть это здорово, если со школьной группой перейти, но у нас и много взрослых посетителей, потому что, конечно, тема такая всеобъемлющая, скажем так, потому что мы рассказываем и об истории фольклора, и об истории самого языка, и о книгах, и о каких-то вехах, о том, как дети обучались грамоте, начиная с начала, собственно, там, девятого века и до нынешнего времени, и показываем дневники, какие-то артефакты. То есть наша экспозиция, она для любого возраста подходит и интересна, поэтому, наверное, где-то 50 на 50 дети и взрослые к нам приходят. Наталья, вы знаете, нас часто смотрят не только те, кто от рождения говорит по-русски, но и те, кто изучают русский язык как иностранный. Скажите, вот почему сегодня стоит учить русский язык? Какие преимущества у человека, который говорит по-русски? Ну, во-первых, конечно, это русская литература, которую можно прочитать в подлиннике, это действительно ни с чем не сравнимое удовольствие, которое мы, наверное, как носители не можем оценить, а для людей, которые изучают русский язык, это, конечно, ну, прочитать Пушкина в оригинале, я думаю, это очень здорово. Так, это единственная причина? Ну, наверное, то, что приходит мне в голову сейчас, да. Тогда я, с вашего позволения, добавлю, за все время, что существует наша телерадиокомпания, это больше 10 лет, я, честно говоря, встречала только одного иностранца, который выучил русский только для того, чтобы читать в оригинале Пушкина. Это американец, он в итоге приехал в Россию. Мне кажется, что сегодня русский язык учит для того, чтобы быть экономически востребованным, да, для того, чтобы строить бизнес-отношения с нашей страной, и, безусловно, это конкурентное преимущество, и, по-моему, это заслуживает уважения, внимания. И вот интерес именно к изучению русского языка, он как-то больше, наверное, все-таки, потому что поколение такое, да, люди более прагматичные и думают о том, какую пользу они могут извлечь. Ну, помимо того, чтобы увеличить свое IQ, да, стать более образованными, еще и получить с этого в дальнейшем прибыль нужно. Согласны? Да, абсолютно согласны. С вами действительно просто экономическая составляющая, видимо, не совсем находится в поле моего зрения, поэтому я не подумала об этом, но это очень справедливое замечание. Наталья, ну, хочется еще спросить вас немножечко про центр, о том, что он интерактивный, современный, мультимедийный, мы уже поняли. Скажите, а сколько вообще людей работает в вашем центре, сколько сотрудников? И я не просто задаю этот вопрос, потому что вот в связи с карантином, мы же знаем, что в музеях очень часто работают люди уважаемого возраста, да, и как они вообще будут после карантина работать, насколько они будут онлайн работать, либо оффлайн, да, расскажите об этом. Есть ли у вас такие люди? Ну, конечно, у нас в центре работает 45 сотрудников, конечно, среди них есть люди возраста, которому Роспотребнадзор не рекомендует пока приступать к работе, ну, непосредственно на рабочем месте, поэтому, безусловно, они будут какое-то время находиться на удаленной работе и помогать нам с какими-то научными другими изысканиями, которые мы проводим, поэтому тут они точно будут заняты и востребованы, но пока не будут встречаться с посетителями, даже тогда, когда это будет возможно до снятия ограничений. Вы знаете, в журналистике есть такой, самый неудачный вопрос это называется, так вот я его задам, потому что он теперь не самый неудачный, а самый фантастический, я так считаю. Какие ваши планы на будущее? Да, я понимаю, что как бы размышлять об этом крайне сложно, но тем не менее, мы же, каждый из нас, вы и мы тоже, мы делаем какие-то планы, мы как-то прогнозируем свою деятельность в тех условиях, которые есть. Вот как вы думаете, сейчас музейное сообщество больше будет во всемирной паутине, либо пройдет период, и мы постепенно будем входить в прежний режим? И вообще, что вы думаете? Больше снимать, больше создавать уроков каких-то? Либо сейчас думаете, ничего, сейчас все закончится, и вал к нам посетителей, как обычно? Ну, конечно, мы готовим онлайн активности, продолжаем их активно разрабатывать, потому что нам показалось, что этот формат взаимодействия тоже очень удачный. Мы не так активно им занимались во время, до карантина, да, а сейчас поняли, что в этом тоже есть востребованность, людям это интересно, нужно и важно. Но мы, на самом деле, конечно, скучаем по нашим посетителям, по нашим экскурсиям, по вот этим образовательным мероприятиям, поэтому у нас есть даже план по тому, как мы будем постепенно выходить из карантина, да, постепенно начинать принимать посетителей. Мы уже рассчитали, сколько посетителей мы можем принять при условии одного посетителя на 20 квадратных метров, как это рекомендует Роспотребнадзор, поэтому мы очень надеемся, что вскоре мы откроем свои двери и будем принимать гостей. Вот на этой хорошей ноте мы завершаем наш, я бы даже сказала, праздничный эфир. Наталья, спасибо вам большое. Я желаю, чтобы посетителей было как можно больше, не только онлайн, но и оффлайн. Процветайте, растите, музей молодой, но внимание к нему пристальное, потому что люди хотят говорить по-русски, хотят изучать русский язык, и вы здесь первые помощники. Спасибо, спасибо всех. Спасибо, до новых встреч, благодарю вас. Ну и в завершении программы, дорогие друзья, мне хочется, чтобы вы написали какие-то старые обороты, которые, может быть, использовались в вашей семье, вашими бабушками, дедушками, прабабушками, наподобие того оборота, с которого я начала программу «Салафет вашему образу, красота вашему здравия». Пишите в комментариях под этой передачей, нам будет очень интересно, что вы используете интересного из языка прошлого в языке современном. Ну и, конечно же, учите русский язык, и будет вам счастье! До новых встреч и до свидания!